И, ну, не знаю, на моей памяти, если не ошибаюсь, это первое научное мероприятие года, и мероприятие не совсем обычное. Под эгидой Российского общества урологов объединяется привычный и, я думаю, уже полюбившийся всем формат тумор-борд, когда идет обсуждение клинического случая с разными экспертами, и это обсуждение в этот раз будет происходить с молодыми специалистами, нашими будущими светилами урологии, которые прислали свои клинические случаи. Все случаи, сразу скажу, очень интересные, и в конце декабря, пока все наряжали елку, мы с Ириной Мусаевной в поте лица отбирали из всех присланных клинических случаев те, которые достойны быть представленными в прямом эфире, в онлайн. Сразу скажу, что из всех случаев выбрать было очень сложно, и те, что мы не выбрали, и что не попадут сегодня с нами в прямой эфир, вовсе не значит, что это было что-то не так или было неинтересно. Просто формат мероприятия, он никак не вместит в себя все то, что было прислано по уротериальному раку, а именно по уротериальному раку было прислано 12 клинических случаев. Всего в общей сложности рассматривалось с пересекающимися с темами уротериального рака на зоологии 15, если я не ошибаюсь, присланных сообщений. В итоге мы отобрали сегодня 5 сообщений, которые представят наши глубоко уважаемые коллеги со всей нашей необъятной Родины. Мы будем выбирать победителя. Выбирать победителя мы будем, я уверен, в не менее жарких дискуссиях, но тем не менее все участники, которые представят свои сообщения сегодня, не останутся без награды. Это будут дипломы, это будут благодарности и главный приз, помимо финансового вознаграждения, это будет грант для участия в мероприятиях Российского общества урологов, будь то главная конференция года, которая проходит осенью, или региональные мероприятия, которые проходят в течение всего года. Это, собственно, вот такой формат не только этого тумор-борда, который посвящен уротериальному раку, но и оставшихся встреч, которые будут также в ближайшее время анонсированы, даты уже известны. Это будет и рак почки, и рак пристательной железы. В общем, все наиболее, и, конечно же, редкие опухоли, все наиболее часто встречающиеся нозологии, каждому из которых будет посвящена отдельная встреча. Но вот такая честь нам выпала сегодня с Ириной Мусаевной начать с уротериального рака. Поэтому, Ирина Мусаевна, расскажите о том, как вы смотрите, как вы видите сегодняшнее мероприятие и поприветствуйте сегодняшних участников. Добрый день, добрый вечер, особенно добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Я рада вас всех приветствовать в Новом году и от своего лица, и от лица замечательно нашего российского общества онкологов. Особенно приятно, что общество в последнее время все больше и больше выделяет молодых специалистов для того, чтобы они делились опытом, для того, чтобы мы понимали, что наше будущее онкологического общества в надежных руках. Замечательные клинические случаи, очень интересно, получило огромное удовольствие. Очень отрадно заметить, что такие инновационные методы лечения уже на вооружении у наших молодых специалистов по отношению уротелиального рака. И особенно приятно было выделить вот эти пять клинических случаев, которые, в общем-то, многогранно отражают лечение этого тяжелого заболевания, как с точки зрения лекарственной терапии, так и каких-то уникальных хирургических методик. Здорово. Сегодня мы их всех увидим, представим, в смысле, представленные вами клинические случаи обсудим, я надеюсь, и разберем. Это наш первый опыт вот такого тумор-борда в рамках молодых исследователей, молодых ученых. Будем вас всячески поддерживать, будем у вас еще и учиться некоторым моментом, конечно. Вот. И сегодняшнее наше мероприятие будет модерировать онколог-уролог, заведующий отделением онкоурологии, первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова, заведующий отделением Рева Сергея Александровича, и я, Ирина Мусайна, ведущий наш сотрудник отделения онкоурологии, неурологии, не Лопаткина. И очень приятно мне представить первого нашего номинанта на получение высокого звания врача будущего. Это Петрикова Юлия Александровна, врач-онколог-химиотерапевт медицинского центра МЕДИС в городе Нижний Новгород. Пожалуйста, Юлия Александровна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность участвовать в данном мероприятии. Для меня это было несколько неожиданно. Разрешите вам представить клинический случай лечения уротериального рака, распространенного уротериального рака мочевого пузыря. В поликлинику онкодиспансера обращается пациент с жалобами на конгломерат увеличенных пахово-климпатических узлов, осложненный распадом, кровотечением. Из анамнеза заболевания мы узнаем, что увеличение пахово-климпатических узлов начало отмечать с февраля месяца. С данными жалобами я обратился в поликлинику по месту жительства, где в ходе дообследования данных за патологию со стороны висцеральных органов не выявлено. По компьютерной томографии малого таза выявлена какая-то непонятная лимфоденопатия внутри тазовых лимфатических узлов, паховых лимфатических узлов. Также по месту жительства была выполнена тонкая больно-аспирационная биопсия из этих лимфатических узлов. По данным цитологии не выявлено злокачественных клеток. Наследственность, со слов пациента, по онкопатологии неотечея мещена. Курит в течение 40 лет, по пачке в день. Со стороны сопутствующей патологии есть постоянная форма фибрилляции предсердий, по поводу которой на постоянный прием принимают бета-блокаду. В условиях онкодиспансера выполняется биопсия пахового лимфатического узла. По иммуногистохимическому исследованию получаем метастазу ротелиальных карциномов в паховый лимфатический узел. Выполняется цистоскопия, где в мочевом пузыре по правой боковой стенке есть опухоль по типу цветной капусты. При дообследовании по компьютерной томографии грудной клетки, брюшной полости, малого таза, опять же, данных за висцеральное поражение, за костно-деструктивные изменения не определяется. Однако выявлено поражение внутритазовых, подвздошных, паховых лимфатических узлов с обеих сторон, поражение лимфатических узлов выше общей подвздошной артерии. Выполняется трансфорторальная резекция мочевого пузыря. По гистологии мы получаем уротелиально-курцинового мочевого пузыря G2 с инвазией в последний слой, мышечный слой инвазии нет. Выставляется диагноз рак мочевого пузыря CT1N3M1A, 4-ая стадия заболирования. Учитывая распространенность процесса, учитывая стадии заболевания, согласно клиническим рекомендациям, принимается решение о первой линии лечения химиотерапии. Основным препаратом как в неодиуанте, как и при системном лечении опыль мочевого пузыря является цисплотин, содержащая схема. Состояние у пациента ЭКОП-0 выраженные патологии со стороны сердечно-сосудистой системы, почек не выявлено, поэтому о онкологическом коктилеуме принято решение о индукционных курсах химиотерапии по схеме G7. Лечение переносило удовлетворительно, с небольшой гематологической токсичностью, с которой мы справлялись путем применения колоний стимулирующих факторов. Уже после первого введения цисплотина отмечал положительную динамику со стороны пахово-лимпатических условий, они начали уменьшаться, постепенно прекратилось геморрагическое отделяемое, и после третьего курса мы с большими надеждами отправляем его на контрольные исследования, ожидая там положительную динамику, что передадим данного пациента в заботливые руки онкологов. Однако же при контрольных обследованиях действительно пахово-лимпатические узлы регрессировали, однако же наблюдалась отрицательная динамика по внутритазово-лимпатическим узлам. Данный пациент был консультирован совместно с нашими коллегами из федерального центра, и было принято решение о назначении второй линии системного лечения. Исследования Checkmate 257, K-NOT 052, исследования WIGAR показали эффективность иммунотерапии во второй линии лечения. На тот момент, согласно клиническим рекомендациям, мы имели три поинт-ингибитора. Это Pemoralizumab, Nivumumab и Atezalizumab. Неонкологическим консильмам пациенту было рекомендовано Nivumab в дозе 480 мг в виде внутривенных инфузий каждые 4 недели. Лечение переносилось удовлетворительно, без каких-либо поочных эффектов. Однако локально в паховой области начинает увеличиваться лимфатический узел. По контрольным исследованиям наблюдается отрицательная динамика по лимфатическим узлам, брюшной полости, малого таза. Появляются измененные внутриглубные лимфатические узлы. Мы подходим к третьей линии лечения. Пациент сохранный. Состояние ЭПОК 0. Со стороны лабораторных показателей все без отклонений. Мы знаем, что монохимиотерапия во второй линии показывает довольно-таки скромные результаты. А здесь у нас уже третья линия лечения. Мы принимаем решение о химиотерапии в инфумене. Дозе 320 мг на метр квадратный каждый 21 день. Первый курс мы выполняем дозе 280 мг на метр квадратный согласно инструкции препарата. Лечение переносил с определенной токсичностью в виде тошноты, рвоты на фоне трехкомпонентной противорвотной терапии, гематологическая токсичность, анемия доходила до второй степени, нейтропения, лейкопения. На фоне химии терапии также отмечалось увеличение пахово-лимфатических узлов справа. Однако же по контрольным обследованиям наблюдается разнаправленная динамика в виде уменьшения большинства контрольных лимфатических узлов более 50%. Однако же с увеличением паховых лимфатических узлов за счет кистосного компонента принимается решение рассоединить данную динамику как стабилизацию процесса и попробовать еще продолжить данные химио-терапии и еще два курса. Однако же после пяти курсов лечения мы наблюдаем по контрольным исследованиям отрицательную динамику. Выставляется прогрессия заболевания. Нам нужно решить, что же дать пациенту в четвертой линии лечения. Состояние у пациента ЭКОП-1. Стороны лабораторных показателей анемия первой степени, данных за метастатическое поражение печени висцеральных органов пациента нет. Мужчина настроен на лечение, и онкологическим констилем было принято решение вернуться к первой линии терапии. Мы посчитали, что комбинированный режим цисклотин и генстабин может дать больше частоту объективного ответа, чем монотерапия, химия. И также был отправлен материал на определение аберрации в генах семейства ФИДЖФР. Мы проводим контроль исследований после четырех курсов. На фоне данной химии терапии происходит уменьшение пахово-липатических условий. По контрольным исследованиям наблюдается стабилизация процесса в виде уменьшения контрольных липатических условий на 30%. Последние два курса данному пациенту проводилось с редукцией дозы цисклотина, учитывая снижение скорости клубочковой фильтрации. Нарушение в генах семейства ФИДЖФР не выявлено. Было принято решение продолжить данную химиотерапию до шести курсов, после чего пациенту были предложены химиотерапевтические каникулы. На данном слабе представлена вся история лечения нашего пациента. К нам он приходит уже в ноябре месяце. 22-го года в состоянии КУЛ-2. При контрольных исследованиях наблюдается метастатическое поражение печени, метастатическое поражение костей. И, к сожалению, пациент в ноябре месяце 22-го года гибает. Что хочу сказать о выводах. В течение нескольких лет уже ФДИИ зарегистрировала современные препараты, которые мы можем применять уже в третьей линии лечения распространенного рака мочевого пузыря. С частотой объективного ответа до 40%. Это таргетный препарат, который используется при аберрациях в генах ФИДЖФР 2 и 3. Это конюгат антитела с химиотерапией. Они показали эффект уже у пациентов, предлеченных, цисплатинрезистентных, даже с метастазами в печень. Хотелось бы, чтобы данные препараты были доступны и нашим пациентам в рамках рутинной клинической практики. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Юлия Александровна. Юлия Александровна, ну не много, но несколько вопросов есть. Я хотела бы, конечно, предоставить прежде всего слово нашим коллегам. Может быть, у кого-то есть вопросы. Да, пожалуйста. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. У меня просто один вопрос. Наверное, я задаю вопрос, потому что мой доклад тоже частично связан с иммунотерапией. Сейчас данных о том, что псевдопрогрессирование на фоне иммунотерапии при той или иной локализации рассматривается всегда как псевдопрогрессирование и нужно делать контрольное обследование через несколько месяцев. Таких данных нет. Есть критерии аэрицист, при которых нужно все-таки подтверждать псевдопрогрессирование истинным. И у меня вопрос такой, коллеги, почему не считаете ли вы нереализованным тот потенциал иммунотерапии, неволумаба после четырех курсов? Если бы, ну, не рассматривали ли вы это как псевдопрогрессирование и вариант рассмотрения дальнейшего применения этого препарата? Ну, такой линии, достаточно весомой линии, скажем так. Ну, при уртолиальном раке псевдопрогрессирование встречается крайне редко. И учитывая, что у нас не просто увеличились лимфатические узлы, у нас еще появились внутригрудные лимфатические узлы, мы все-таки приняли решение расценить это как истинную прогрессию и сменить линию терапии. Спасибо, спасибо вам большое, нет вопросов. Уважаемый южный, тогда позвольте себе у меня вопрос. Что значит в вашем понимании разнонаправленная динамика? Я имею в виду, одни лимфатические узлы увеличились, как говорится, эти лимфатические узлы уменьшились. Есть совершенно четкие критерии рецизма. Померили сумму там, померили сумму сям, сложили, определили, сколько, ну, вот, мне непонятно. Да, разнонаправленная динамика может быть, но у нас есть совершенно четкие объективные данные. И поэтому вот как-то, может быть, вы, возможно, и объективизировали данные таким образом, а нам вот представили вот в таком виде. Пользуетесь ли вы вот этим? Да, конечно, мы пользуемся критериями рецизм. При оценке иммунотерапии мы пользуемся критериями ай-рецизм. И там, где была, да, указана направленная динамика на фоне генфлунина, по критериям рецизм, это была стабилизация. Да, я еще после первого вашего подхода в начале, когда речь шла о плотиносодержащей схеме генциссии, и первая линия терапии, вы тоже таким же образом оценили динамику как разнонаправленную. Я понимаю, с лимфатическими узлами доступны для визуализации, то есть паховыми, с ними просто. Увидел, оценил, а с внутритазовыми узлами чуть сложнее. Что касается псевдопрогрессии, не могу сказать, что часто, но при утериальном раке мы видим псевдопрогрессию, особенно в отношении первичной опухоли. И если позволить еще один вопрос, почему, получив стабилизацию в четвертой линии терапии, речеллендж плотиносодержащих схем, вы не остановились и не переношли на поддерживающую терапию авилумавом? Сам Бог велел, хорошее состояние больного, вы получили, наконец, стабилизацию. Возможно, речь шла бы о большей выживаемости этих пациентов, чем при назначении химиотерапевтических каникул. Ну, тут у нас несколько было камней преткновения. Сам пациент устал от лечения. Но это на самом деле нужно, значит, мы не грамотно поговорили с пациентом, если мы ему не объяснили, что есть шанс. И второй момент. Нет, мы несколько сомневались в эффекте от лечения, потому что до этого мы уже применяли чекпоинт-ингибитор невилумав. И вот повторное назначение авилумава на тот момент, ну, думали об этом, но вышло как есть. А вы уже думали в 2021 году об этом? Нет, нет, это был 22-й год. Да, 22-й год, когда мы уже решали вопрос о том, чтобы отпустить пациента после эффективной цисплатинсодержащей схемы. Ну, там стабилизация процесса была, да, четвертой линии. Я даже не имею в виду шестой курс, я имею в виду четвертый курс. Четыре курса завершил ли? Он устал от химиотерапии, а вы ему еще два курса гемциса. Нет, в любом случае замечательная история, замечательный клинический пример. Очень крепкий, больной. Крепкий, да. Обычно они все сходят после второй линии. Винфлюнин достаточно тяжело переносит. Но вот что касается меня, я бы, конечно, остановилась на четвертом курсе и все-таки попробую ловилумав, потому что есть больные, которые, вы знаете, мы видим, что на одном иммуно-онкологическом препарате есть прогрессирование, на другом есть некий эффект или, во всяком случае, достаточно длительное время удается стабилизировать тот эффект, который получили на химиотерапии. Поэтому я бы сделала так. Но каждый доктор, каждая ампулка имеет право на свое мнение. Возможно, я не видя больного, делаю такое исключение. Хорошо, спасибо. Коллеги, у нас еще вопросы с чата есть. Юлия Александровна, вопрос вам, так как вы первый докладчик у нас сегодня. Помимо FGFR-мутаций, какие-то еще потенциальные мишени смотрели, определяли какие-то мутации, может быть, что-то еще, какие-то мысли по продолжению лечения? У данного конкретного пациента нет. Больше мы никаких молекулярных нарушений у него не смотрели. FGFR мы смотрели методом ПЦР, ни НЖС, ни мутационную нагрузку мы у него не оценивали. Также я знаю, что определяется HER2-статус. И если посмотреть несколько старые доклады, то там показывали эффективность анти-HER2-терапии при раке мочевого пузыря, при выявлении HER2-амплификации. Нет, у данного конкретного пациента смотрели только FGFR. Возможно, коллеги имеют в виду, может быть, PDL-определение или LSI? PDL-экспресс конкретно в этом случае я не вижу смысла, смотреть, потому что когда пациент с прогрессированной нацист-платин, содержащей схемы лечения, вне зависимости от PDL-экспрессии, мы должны назначить ему иммунотерапию, если у него нет противопоказаний со стороны сопутствующей патологии. Собственно, наверное, и СМСА – это та же самая история. Препараты этой группы этот пациент получил. Очень хорошо, тогда я с удовольствием представляю нашего второго участника. Спасибо большое, Юлия Александровна, не покидайте нас. Вы еще в свой адрес услышите много добрых слов, и не только сегодня. И мы переходим ко второй презентации. Тикеева Осия Тесаевна, город Химки, врач-химиотерапевт, медицинский центр восстановительного лечения, полтора года в поддерживающем режиме, пока Осия Тесаевна включается. Ирина Мусаевна, вот у меня вам вопрос. Вы же, если я не ошибаюсь, в этом году докладывали на Конгрессе Российского общества урологов про исследование Джавелин Блэдер 100 и про поддерживающую терапию авиалумабом. Я упоминала в своем договоре. Упоминали, да, о том, что у нас сейчас как бы новые данные появились, о том, что это эффективно. Просто по поводу предыдущего доклада, вот, видимо, коллеги начали думать об этом параллельно с тем, как обновлялись рекомендации. То есть, может быть, сейчас бы, наверное, с большей интенсивностью и уверенностью мы бы задумывались об этом. Собственно, о чем речь? Поскольку, да, сейчас мы очень активно начали этот подход применять в реальной клинической практике. Я думаю, что именно об этом расскажет нам Асията Исаевна. Она тоже продемонстрирует замечательную информацию этих препаратов, поддерживающих. Уважаемые коллеги, добрый день. Ирина Мусайна, Сергей Александрович, для меня великая действительно честь выступать перед такими мэтрами онкологии. И перед коллегами и перед вами я бы хотела продемонстрировать, с вашего позволения, свой доклад по поводу лечения пациентки с диагнозом рак мочевого пузыря. Для пациентки на момент установки диагноза было 72 года. И находка в мочевом пузыре была случайна. Пациентка периодически проходит плановые осмотры, и при очередном УЗИ выявлено образование в мочевом пузыре. Из сопутствующих заболеваний у нее имеется в анамнезе остеохондроз с компрессионными переломами позвонков, остеопороз, и она систематически проходит лечение эндокринолога, а также проводится ей остеомоделирующая терапия. Анамнез частично я уже рассказала. Началось все в 2019 году в апреле, когда выявлено новообразование в мочевом пузыре. Клинических никаких проявлений не было. Выполняется через месяц примерно тур мочевого пузыря. Гистологически верифицируется уротелиальный рак. И через еще месяц в другом федеральном центре пациентки проводят тур мочевого пузыря Second Look. Здесь верификация более расширенная. Выставляется диагноз уротелиальный рак с инвазией в мышечную стенку G3. Стандартом лечения при местно распространенных заболеваниях мочевого пузыря в уротелиальном раке является неодионная химиотерапия. У нее выставлена стадия 3А на основании увеличенного наружного подвздошного лимфоузла до 15 мм. И принимается решение в пользу неодионной химиотерапии ввиду того, что пациентка общесоматически была ЭКОК-0 практически. Ну, ЭКОК-1 максимум. Проводится химиотерапия, но химиотерапия, она не проводилась легко ввиду того, что повышался уровень креатинина, снижался клиренс креатинина. И с третьего курса, третий и четвертый курс вынуждены были проводить по замене эсосплотина на карвоплотин. По данным промежуточного обследования, после трех курсов проводилась компьютерная томография, выставлен эффект лечения как частичный ответ, но от оперативного вмешательства пациентка отказалась по личным соображениям, хотя хирург был достаточно и убедителен, то есть здесь инициатива исходила только от пациентки и, в принципе, она имеет право на такой выбор. Далее лечение было завершено в марте 2020 года. Через месяц на повторном тур выявляется локальный рецидив, проводится тур мочевого пузыря, выполняется с внутрепузырной химиотерапией метамицином 40 мг. И гистологически, опять же, мы получаем популярную уротелиальную карциному high-grade без инвазии в мышечный слой. Лечение не проводилось. Пациентка находилась на динамическом наблюдении в течение 8 месяцев, проводились промежуточные обследования. Локального никакого воздействия не было в плане лучевой терапии. И спустя 8 месяцев, в 20-м году в декабре, она прогрессирует. Идет продолженный рост опухоли в мочевом пузыре, канцероматоз брюшины малого таза, там небольшие были очаги, и появлением метастатически измененных лево-подвздошных лимфоузлов. По компьютерной томографии грудной клетки, сцентиграфии, здесь патологических очагов выявлено не было. Выполняется тур мочевого пузыря в том же месяце, и верифицируется тоже уротериальный рак мочевого пузыря high-grade. И принимается решение в пользу, скажем так, первой линии химиотерапии схемой гемцитабин-карбоплатин, которая и проводилась год назад. Четыре курса суммарно проведено с препаратами платины, опять же с заменой уже со второго курса на карбоплатин ввиду снижения клиренса креатинина. И после четырех курсов в целом динамика по рецепт 1.1 получилась стабилизация примерно 25-23, нет, 20-19-21%. Я сейчас точно не могу сказать, но в пределах 20% уменьшения таргетных очагов. И, возможно, это была первая пациентка, которая и у нас вообще в области и в Москве первые пациентки, которые на основании исследования Живелина Бладер 100 стали получать поддерживающую иммунотерапию авилумабом. То есть пациентке после полученного положительного эффекта на фоне химиотерапии назначается такое последовательное введение пациента препаратом авилумаб иммуноонкологическим в дозе 10 мг кг цикличностью в 14 дней. И проводим 6 курсов, после 6 курсов мы выявляем осложнение, это аутоиммунный гипотириоз, ТТГ повышенный до 80 мкг. И здесь пациентка консультируется эндокринологом, назначается гормонозаместительная терапия. И дальше по сегодняшний день, в принципе, пациентка наблюдается эндокринологом по поводу гипотириоза. Первый контроль также был проведен после 6 введений иммунотерапии. Пациентка абсолютно удовлетворительно переносила это лечение. Помимо выявленного осложнения, никаких других нежелательных явлений зарегистрировано не было. По данным МРТ мы регистрируем появление увеличенного лимфоузла по ходу подвздошных сосудов слева. Вот этот лимфоузел. Но канцероматоз тазовой брюшины он регрессировал. Появление данного лимфоузла мы по критериям айрицист ведем как псевдопрогрессирование, неподтвержденное прогрессирование и дальше продолжаем поддерживающую иммунотерапию авилумава. Здесь представлено 3 исследования, которые проводились интервалом сначала в 2 месяца, дальше уже было исследование проводилось каждые 3 месяца. По данным МРТ, то что лимфоузел появился увеличенный, через 2 месяца мы отмечаем уменьшение размера лимфоузла до 11 на 8 миллиметров и структура данного лимфоузла с тенденцией к фиброзированию. Такая же динамика была получена и в феврале 2022 года без динамики в подвздошных лимфоузлах и без продолженного роста по цистоскопии. Таким образом, с июля 2021 года по декабрь 2022 года проведено, пациентка получила 36 курсов поддерживающих иммунотерапию авилумавом. Здесь я представляю последнее, выполненное в том году исследование малого таза от декабря месяца. Нам КТ-специалисты пишут, что признаков прогрессирования продолженного роста первичной опухоли нет. Размеры лимфоузла без динамики также описывают как фиброз. И из нежелательных явлений, что мы получили, это аутоиммунный гипотиреоз, медикаментозный компенсировали. Сейчас уровень ТТГ в норме, неостенического синдрома, никаких либо других гематологических отклонений зарегистрировано не было. Таким образом, 74 лет пациентку с распространенным раком мочевого пузыря мы уже успешно ведем с, можно сказать, с апреля 2021 года на первой линии терапии, комбинированной. Скажем так, спасибо за внимание. Спасибо большое, Осия Апсоциальна. Да, Осия Апсоциальна, большое спасибо, очень интересно. Я тоже очень люблю поддерживающую терапию виллумабом. Может быть, у кого-то из наших коллег есть вопросы? Да, можно задать? Осия Апсоциальна, большое спасибо за предоставленный случай, очень вдохновляющий. Я так понимаю, что пациентка продолжает поддерживающую терапию. Сколько вы еще планируете ей продолжать данное лечение? Спасибо большое, Илья Александровна. Да, она еще продолжает. Она недавно еще у нас прошла, можно сказать, январьскую дозу получила. Согласно инструкции к препарату, сейчас, естественно, мы не имеем права завершать лечение по прошествии двух или какого-то определенного срока. По согласной инструкции до прогрессирования или до признаков непереносимой токсичности. Потому что пока чекпоинт-ингибиторы, они строго так не описывают сроки и мы вынуждены, не то что вынуждены, это, наверное, может и какая-то положительная история, продолжать нетоксичное лечение, но, как мне кажется, здесь даже не вижу пока показаний для, противопоказаний, вернее, для завершения иммунотерапии. Если будет желание пациента, то, конечно же, мы примем общее решение, мы расскажем про все факторы риска, плюсы и минусы взвесим. Ну, а так, пока у нас этот препарат имеется в арсенале и в клинике, в частности, то мы, наверное, будем продолжать этот год точно. А вообще, в продолжении этого вопроса, вот, не знаю, Света Савина или, может быть, Ирина Мусальна, я честно не в курсе, в исследовании Javelin Bladder 100 максимально какое количество циклов было выполнено под пациенту? Есть такие данные? Я не знаю, как Ирина Мусальна, извините, я перебью. Насчет циклов ничего не описывают, описывают только трехлетний рубеж, который уже перешагнули пациенты. Но насчет циклов, честно, мы как-то искали с ней же, с пациенткой, она очень заинтересованная, очень образованная, она хотела тоже увидеть эти цифры, до скольки максимально пациент может, скажем, пройти, но таких цифр не было, не было предоставлено, ну, вот в литературе мы не нашли. Может, потом это уже по завершению как-то будет. А благодаря этому исследованию нет при наших пациентов, которые особенно принимали участие в этом исследовании более трех лет с клинической стабилизацией или ремиссией же. Вы знаете, возвращаясь к вашей пациентке, у меня все-таки есть несколько вопросов. Вот что касается неодювантной терапии. Ну, во-первых, мы с вами знаем, что карбоплотин для неодюванта не зарегистрирован никак. Проводите ли вы этот какой-то исключительный случай был как исключение? Или вы все-таки используете карбоплотин с гемцитабином как неодювантная терапия? Этот был исключительный случай. Мы в своей практике стараемся от таких пациентов, которые не вытянут, скажем так, цисплотин, ориентировать сразу на чек-ингибиторы. Здесь и на практике у пациенток такого 65 плюс с низкой функцией почечной. Мы иногда вынуждены заменять цисплотин на карбоплотин, потому что эффект не реализовывается. Предоперационный, ну, неодювантный эффект, он не реализовывается. Если мы снимаем пациента с лечения без замены цисплотина на карбоплотин, например, эффект остается стабилизацией, поэтому здесь проведение терапии, впрочем, теряет всякий смысл. Мы заменяем, и я не могу сказать, что мы получаем кардинально плохие результаты по сравнению с цисплотином. И, ну, опять же, да, мы понимаем, что это лечение своего рода вне стандарта, но замену производим, да. При всем уважении должны пользоваться доказательствами, что ли, доказательной медицины, результатами доказательной медицины. И у карбоплотина не получено преимущество в общей выживаемости как в неодеванте, так и в неодеванте, поэтому все-таки как самостоятельный вид лечения я очень люблю гемкарбу. Да, я имею в виду как иммунотерапию первой линии. И сейчас все чаще мы применяем гемкарбу в первой линии, а не иммуноонкологические препараты. Вот что касается одеванта и неодеванта, все-таки это гемциз. И такой вопрос, почему 4 курса, если 3 курса одевант, неодевант, извините? Пациентка переносила, в принципе, неплохо. И принято было решение четкого неодеванта в 3 курса не прописано. Есть 3-4, поэтому если пациент переносит удовлетворительно, плюс имеется, нам ли не знать, имеется определенная очередность проведения оперативного вмешательства. И здесь мы шли 100% на операцию. Но в последний момент пациентка отказалась. И чтобы не терять, скажем, эффект, наверное, в качестве даже закрепления, нами было принято решение в пользу 4 курса. Ну, тогда Сергей Саныч, наверное, очень хочет задать вопрос, если пациентка отказалась от операции, почему не лучевая терапия? Не метастатическая больная, получили эффект от неодеванта. Почему не лучевая терапия? Не очень хотел задать этот вопрос, на самом деле. Лучевая терапия должна была обсуждаться сразу, если мы рассмотрим... Об этом и говорим сразу. Неодевант провели. Нет, нет, еще до неодеванта, чтобы это рассматривалось не как неодевант, а параллельно. Химиотерапия и лучевая терапия. Тогда это работает, тогда это тримодальная терапия. Если мы сначала... Мы сейчас так и лечим, Сергей Саныч, неодевант проводим, а потом решаем, операция или химио-лучевое лечение. Или химио-лучевое лечение, то есть после неодеванта вы продолжаете химиотерапию уже в комбинации с лучевой. Ну, там идет как радиомодификация. Да. Латина идет как радиомодификатор, да. Ага. Вот я бы хотела Асиэту Саеву спросить. Вообще вопрос о лучевой терапии не рассматривался ли? Вообще, скажу честно, нет. На консилиуме обсуждалось и неоднократно, и причем не только у нас. Вопрос лучевой терапии не рассматривался, в принципе, после даже отказа пациентки от хирургического этапа. Его мы не рассматривали. Но в перспективе, да, мы его активно держим. Знаете, я почему еще задала этот вопрос? Сейчас, особенно в последнее время, вот по результатам Джавелин Бледдер, именно у этих пациентов с местно распространенным раком, уротелиальным раком при отказе от цистоктомии, все чаще дискутируется вопрос, надо ли им проводить лучевую терапию или все-таки сразу переходить на поддерживающую терапию? Я поняла, что в вашей клинике вот ответ на этот вопрос очевиден в пользу поддерживающей терапии. Мы все-таки пока по старинке еще назначаем этим больным, если можно им помочь, получиваю терапию как в рамках комбинированного лечения. Извините, мое любопытство, у меня вот еще один есть вопрос. Смотрите, год назад была платиносодержащая схема, потом больная распрогрессировала, и вы опять назначаете платиносодержащую комбинированную терапию. Вопрос, какой срок вы рассматриваете свободный от платины именно для возможной реиндукции платиносодержащей схемы? Кстати, у меня был, извините, Света Савинна к Юлии Александровне. Вот, да, очень интересно. По крайней мере, на одной из последних конференций, где я присутствовала очно, тоже появилась ума блогкомпании, этот вопрос вызвал реально такие бурные дискуссии, что сподвигло меня поискать в литературе ответ на этот вопрос. Как при раке яичников платиночувствительный интервал при раке мочевого пузыря не оценивается, но при этом есть данные в литературе, которые проводили неоднократную реиндукцию при прошествии от года и более вот такого срока интервального между карбоплотином и лицисплотином. Поэтому, ну, это уже я находила информацию постфактум в 2022 году, и на этом основании я могу как-то сказать, что, возможно, эта тактика оправдана, потому что год пациент не получал, есть данные, нет данных против этой тактики, и подтверждающей доказательной базы тоже нет, но есть клинические случаи, описанные вот в общемировой практике, что реиндукция в течение от года, она является полностью клинически оправданной и выдает, ну, положительные, по крайней мере, результаты. Насчет полугода здесь я бы сомневалась, скажу честно, если бы у меня был такой выбор, то я бы, скорее всего, перешла сразу к чекпоин-ингибиторам. А насчет года, вот опять же, вопрос всегда диспутабельный, но доказательной базы, к сожалению, пока еще нет. Возможно, будет. Коллеги, вопросы из чата, позвольте, потому что они тут прибавляются, надо как-то на них отвечать, их много. На самом деле, тут очень первые два доклада задали темп, наверное, всему нашему тумор-борду, и мы так можем не остановиться. Итак, пациентка и ныне получает авилумаб? Да, на это мы ответили. Что будет получать после прогрессирования? Ну, давайте пофантазируем. Ну, так как мы сегодня имеем, как Юлия Александровна уже говорила, что огромное количество, три препарата точно есть в арсенале. Здесь я хочу отметить, что я не вписала мутацию FGFR, потому что ее не выявлено. Исследование проводилось еще в начале декабря, не на старте. Сразу хочу отметить, потому что на иммунотерапии такой положительный эффект всегда, он как-то оставляет эти мутации на второй план, и мы как-то о них даже запамятовали. Это второй линии шансов на анти-FGFR, какие-то препараты у нее нет. Следовательно, здесь будет вставать вопрос о назначении. Мне кажется, вот здесь бы я определила экспрессию PD-L1, к примеру, хотя она особо не показана. Но для второй линии я выберу, скорее всего, химиотерапию, если не будут зарегистрированы конъюгаты в России. Химиотерапия, монотерапия с последующей, опять же, поддержкой одним из чекпоинт-ингибиторов, либо Ниволмап, либо Атеза Лизумап, при наличии экспрессии PD-L, призначимом. Но вторая линия здесь, возможно, будет, если будет прогрессирование, конечно, в пользу химиотерапии, потому что других опций, если это будет до 2023 год, к сожалению, мы пока других опций не имеем. Но вот определение в данном случае конкретном, я считаю, наверное, экспрессию PD-L1 я буду назначать, все-таки определять. И, исходя от нее, уже думать о деиндукции другого иммуно-онкологического агента в третьей линии, например. Учитывая, что ваша пациентка проходила исследование в рамках клинического исследования, вы можете попросить расслепление в случае, обязательно ее уже исследовали на PD-L. Но все-таки возможности, конечно, чекпоинт-ингибиторов последующих клиник сильно ограничены при достижении эффекта на Атеза Лизумапе. Но, что интересно, я вам напомню, вот на конгрессе по последнему РОО мы тоже это обсуждали, вы же знаете, что вот эти польные, которые спрогрессировали уже на Атеза Лизумапе, которые получали в рамках исследования Javelin Bladder 100 вторую-третью линию терапии после поддерживающей, было показано, что их общая выживаемость, те, кто получили и те, кто не получили, вообще ничего не отличалось. Даже те, кто получили реиндукцию платины в случае прогрессирования, и те, кто не получили ничего, их общая выживаемость не отличалась. Поэтому, да, наверное, оставлять пациентку без лечения не гуманно, да, наверное, возможно, опять реиндукция платины, но мы должны помнить о том, что клинического эффекта мы, может быть, и достигнем, но общая выживаемость именно в рамках этого клинического исследования получена не будет. Спасибо большое, коллеги. Несколько вопросов в формате БЛИЦ. Был ли оценен мутационный статус пациентки? Нет, не было. Как оплачивалось лечение по ОМС или пациентка сама оплачивала лечение? Нет, она не сама оплачивала лечение. ОМС, да. Так, и последний вопрос, на который мы уже, наверное, ответили, на какой препарат лучше всего переводить данную пациентку. Не уверена, что мы на нее ответили, но мы отвечали на нее 5 минут, и я готова еще 10 раз постолька обсуждать. Поэтому, Асиат Исаевна, спасибо большое. Действительно, очень интересный случай. Разрешите, тоже можно вопрос задать, раз уж мы переходим от химиотерапевтического блока к хирургическому. Можно, да, коротко, Асиат Исаевна? Да. Вот такой вопрос. И, может быть, Сергею Александровичу или Ирине Мусаевне. Вилумак по инструкции может применяться при уротриляльном раке, то есть в том числе теоретически при верхних мочеводящих путей раки. Есть ли опыт применения при такой форме рака метастатического? Потому что есть такие пациенты, в том числе у нас в Тюмени, может быть, есть востопок. И рак лоханки, и рак вычисточника. При достижении эффекта на платино-содержащей схеме есть опыт применения. Дело в том, что просто в клинических рекомендациях по ураку верхних мочеводящих путей нет этого указания на возможность использования Вилумама. То есть мы можем использовать его? Можем использовать препарат согласно инструкции. В инструкции написано уротриляльный рак. Метастатический или местно распространенный уротриляльный рак при достижении эффекта на предыдущей платино-содержащей схеме. Ясно. Потому что был такой пациент, был консилиум, тоже обсуждали этот вариант. У нас нет такого опыта. У нас тоже, к сожалению, нет. Пока. Спасибо, коллеги. Спасибо. Будьте добры. У нас с вами следующий претендент Афанасьевская Елизавета Владимировна, врач-уролог МГУ Мини Ломоносова, аспирант кафедры урологии и андрологии. МГУ Мини Ломоносова, пожалуйста, вам слово. Переходим к хирургическому теме уротриляльного рака, хирургическое лечение. Добрый вечер, глубоко уважаемые эксперты, глубоко уважаемые коллеги. Следующий клинический случай будет посвящен самотанному удалению опухоли мочевого пузыря и гипроплазии приставительной железы. Конфликт интересов отсутствует. В медицинский научно-образовательный центр МГУ обратился пациент 82-х лет после перенесенного эпизода острой задержки мочи, которая была разрешена на фоне интермитирующей катетеризации с назначением консервативной терапии в объеме альфа-дреноблокаторов, антибактериальной и противовоспалительной терапии. Пациент обеспокоил затрудненное мочевое спускание. Уже в течение длительного времени базовую консервативную терапию пациент не принимал. Также из анамнеза пациенту в 2021 году год назад была выполнена трансректальная биопсия приставительной железы по поводу повышения ПСА до 13 нг на мл по результатам доброкачественной гиперплазии. По шкале оценки симптомов со стороны приставительной железы умеренная тяжесть нарушения мочеспускания с преобладанием симптомов фазоопорожнения низкий уровень качества жизни из объективных методов обследования пациента обструктивный тип кривой мочеспускания по данному урофлоуметрии с максимальной скоростью потока 9 мл в секунду. Общий ПСА 14 нг на мл. При задержке пациента выполнялось узимочевого пузыря, где обнаружена опухоль и для дообследования выполнилось МРТ, по результатам которого по латеральной стенке на расстоянии 6 мм от устья определяется экзофитное внутрипросветное образование размером 1 на 1 см без признаков инфильтрации инвази в мочную стенку и определяется увеличенная приставительная железа объемом 150 кубических сантиметров с изменениями второй категории по ПАИРАС. И таким образом у нас есть пациент 82 лет, иногородний пациент, у которого с одной стороны есть опухоль мочевого пузыря, предположительно, не мышечно-инвазивная, а с другой стороны железа большого объема 150 кубических сантиметров. И перед нами встает вопрос, убить двух зайцев одним выстрелом или же разделить лечение на два этапа. За симультанную операцию говорит уже в анамнезе острая задержка мочи. В целом, возможность выполнить симультанную операцию как юридически, потому что это разрешено клиническими рекомендациями удаления симультана вместе с небольшими опухолями мочевого пузыря. Низкий уровень качества жизни, пациент это беспокоит, он к нам с этим обратился, именно со своим плохим мочеиспусканием. И более того, у пациента по дороге к нам из своего города случается повторный эпизод задержки мочи, ему устанавливается рутуральный катетер, с которым он к нам и приезжает. С другой стороны, против симультанного лечения говорит, безусловно, более высокий риск интероперационных осложнений. У пациента все-таки нет абсолютных показаний к проведению симультанной операции. По классификации симультанных операций рефрейда, это скорее будет превентивная симультанная операция. И с другой стороны, это опыт хирурга. Не каждый хирург может выполнить симультанное удаление опухолями мочевого пузыря и нуклеацию пристательной железы. Таким образом, мы решаем выполнить симультанную операцию в объеме лазерной нуклеации гипероплазии пристательной железы и лазерной трансруктуальной резекции стенки мочевого пузыря с опухолью и единым блоком. Первым этапом традиционно выполняется уретроцистоскопия. На данном фрагменте видно, как увеличенная боковая доля пристательной железы ограничивает доступ инструмента к опухоли, соответственно, затрудняет резекцию. И этот факт, вместе с тем, что железа достаточно крупного размера, 150 кубов, повторюсь, и с необходимостью ее морцеляции, более продолжительной, заставила нас первым этапом выполнить непосредственно инуклеацию пристательной железы. Потому что именно на этапе морцеляции в мочевом пузыре создается максимальное давление регуляционного раствора и есть риск его абсорбции в паравизикальное пространство. Соответственно, нет каких-то предпочтений по технике выполнения инуклеации. Это может быть и двухдолевая, и трехдолевая на усмотрение хирурга. И если бы железа не была такого крупного размера, вероятнее всего, мы бы первым этапом делали, и не было бы таких технических трудностей, мы бы первым этапом выполняли именно резекцию мочевого пузыря. После удаления аденомы и тщательного гемостаза в ложе пристательной железы выполняется этап резекции мочевого пузыря. Хотелось бы уточнить, что всем пациентам с опухолями пузыря мы выполняем соцископию также в режиме НБИ. У этого пациента данных за дополнительное образование не было получено. И здесь уже видно, что после инуклеации нет какого-то технического ограничения для доступа к этой опухоли. Резекция может быть выполнена свободно. И по той же, по вышеупомянутой классификации симультанных операций рефрейда, это можно отнести к вынужденным симультанным операциям из-за технических трудностей. Мы использовали в качестве энергии лазерную энергию, а именно тулевый волоконный лазер в режиме на резекции 1 жоу 10 Гц. Может быть использована и электроэнергия. Много работ, где выполнялась именно биполярная резекция и пристательной железы, и мочевого пузыря. Однако надо учитывать, что все-таки это боковая стенка, что есть риск развития запирательного рефлекса, поэтому лазерное волокно и лазерная энергия здесь будет предпочтительнее не только со стороны развития запирательного рефлекса, но и за счет более деликатной резекции, где мы можем оценить мышечную стенку, хорошо видно поперечную исчерченность мышечного слоя, видно, насколько радикально мы выполняем операцию. Повторный тщательный гемостаз ложа удаленной опухоли мочевого пузыря. Опухоль без проблем, с учетом ее размеров 1 на 1 сантиметр, удаляется через тубус инструмента. И в конце повторный контрольный тщательный гемостаз. Пациенту не проводилась немедленная инстилляция химиопрепарата, пациенту выполнялась ирригация физиологическим раствором в течение суток, и уртральный катетер был удален на вторые сутки после операции без выполнения цистографии, самостоятельное мочевое пускание установлено, никаких проблем с этим не возникло. По данным гистологического заключения в пристательной железе, а также без изменений доброкачественной гипоплазии пристательной железы, в мочевом пузыре инфлюстративно-ротериальная карцинома low-grade с фокусами инвазии в собственную пластинку, без данных за инвазию в мышечный слой. Выполнено пациенту далее 6 курсов внутрипузырной химиотерапии, по результатам ретура данных за рецептив не получено. И данные мировой литературы и в целом основные онкологические вопросы, безопасно ли это, можно ли это, нужно ли это, мы хотели бы подвести выводами крупного метаанализа, который был опубликован буквально несколько месяцев назад, включил в себя основные и самые качественные исследования по теме симультанных удаления пухолей мочевого пузыря и гипроплазии пристательной железы. И, соответственно, выводами служили, что повышенного риска как развития общего рецидива рака мочевого пузыря, так и развития рецидива непосредственно в ложе удаленной пристательной железы не было. Риск рецидива и риск прогрессии рака мочевого пузыря не зависели от размера опухоли. Но надо учесть, что во всех исследованиях включались, конечно, опухоли немышечно-инвазивные. Сроки рецидива в сопоставимых в обеих группах. Внутрипузырную инстилляцию, немедленную инстилляцию химиопрепарата после операции проводить можно, если не было серьезных осложнений интероперационно, а также нет противопоказаний в группе симультанного лечения к последующему курсу внутрипузырной химиотерапии и также, в том числе, и иммунотерапии согласно рекомендациям в установленные сроки. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елизавета Владимировна и Ирина Мусальевна. Коллеги, есть у кого-то вопросы? Пока собираются с мыслями по поводу вопросов, но вот мы плавно перешли тогда, обычно, начиная с каких-то поверхностных, неинвазивных форм, мы, наоборот, от мощной системной терапии перешли к таким тонким технологическим моментам, которые продемонстрировали нам коллеги из МГУ. Елизавета Владимировна, я правильно понял, что если бы была техническая возможность удалить опухоль мочевого пузыря, вы бы сделали это, оставив аденому на потом. Вынужденная симультанность в этом? Нет, вынужденная симультанность – это как один из вариантов симультанности. Конкретно у этого пациента можно было первым этапом… Я это сказала к тому, что первым этапом лучше удалять опухоль мочевого пузыря, потому что он должен быть в приоритете, это онгологический процесс. В любом случае, всегда есть риск того, что придется остановить операцию либо со стороны анестезиологии, либо с нашей стороны. И поэтому хотелось бы, чтобы опухоль мочевого пузыря все-таки была уже удалена. Но здесь, учитывая как раз-таки вынужденность вот эту, было принято решение первым этапом удалять не опухоль мочевого пузыря, а аденому. Для того, чтобы получить доступ, Сергей Саныч, к опухолю. Мобильность цистоскопа. Я не про последовательность во время одной вот этой операции, а вообще в принципе. То есть, я, например, начну с того, что с этой ситуацией сталкивается каждый опинирующий уролог, онкоуролог, ну как минимум один раз в жизни. Я, например, регулярно сталкиваюсь. И я не очень доверяю МРТ в плане оценки мышечной инвазии, даже в экспертных центрах. И я всегда боюсь, ну не то, что боюсь, мне жалко своего труда по удалению гиперплазии доброкачественной простаты. И я, предполагая по каким-то клиническим данным мышечную инвазию, думаю, сейчас вот я удалю опухоль, да, придет мышечная инвазия. Или нужно будет, ну, какую-то, не знаю, терапию проводить пациенту. И все время, но чаще всего, не все время, там, симультанно мы тоже несколько раз делали, но чаще всего ограничиваемся на первом этапе все-таки удалению опухоли мочевого пузыря. В том числе, и это я подвожу к своему второму вопросу, о введении в ближайшее время после этой операции внутрипузырного химиопрепарата. Вот как-то вот меня смущает введение однократная инстилляция, которую мы должны выполнить после трансуретральной резекции, блок или стандартной резекции химиопрепарата. Я не увидел, чтобы вы вводили химиопрепарат после удаления опухоли мочевого пузыря. Немедленной инстилляции не было. Есть исследования, и Николай Иванович, и Алексей Георгиевич Мартов. В целом придерживаются результатов исследования, которые говорят о том, что немедленная однократная инстилляция химиопрепарата после операции может быть заменена ирригацией физиологического раствора в течение суток после операции. И что это дает схожие онкологические результаты. По поводу того, что делать или не делать вместе, здесь у пациента был очень высокий риск развития инфровизикальной обструкции после трансуретральной резекции. Он был уже с уритуральным катетером с повторной задержкой железа большого объема. А, наверное, когда речь идет о какой-то менее клинически значимой инфровизикальной обструкции, когда пациент все-таки мочится, ну, как-то худо-бедно, но мочится, может быть, и все-таки мы подозреваем более крупные опухоли, больше данных за все-таки мышечную инвазию. И на самом деле это же более-менее становится понятно во время операции, например, в том же Н-блоке, что насколько, ну, хотя бы насколько глубоко она проникает. То есть это видно. И такой ситуации, может быть, стоит и разделить. Пока что у нас есть разрешение делать это при небольших популярных опухолях в симультанную операцию. С другой стороны, вот, ну, даже если придет мышечная инвазия, возникает вопрос потом, ну, что с ним делать, как бы операцию, естественно, цистоктомию, но делать это, опять же, у опытного хирурга. Если это, там, при модальной терапии, ну, на лучевую терапию. Ну, в общем, в любом случае пациенту, если есть возможность убрать инфравизикальную обструкцию и увеличить, улучшить ему мочеиспускание, то, если есть возможность, то почему бы этого не сделать? И более того, я видела работы, в которых написано, что в целом, когда у пациента нет инфравизикальной обструкции, риск, срок до развития рецидива увеличивается, и авторы описывали это как как раз-таки на фоне отсутствия уродинамических нарушений. Естественно, это не были какие-то крупные, там, рандомизированные, высокодоказательные исследования, но вот такие данные есть. Нет, вопрос, ну, не вызывает сомнений о необходимости ликвидации инфравизикальной обструкции. Просто у меня был вопрос по последовательности, интервалам времени между проведением, но на самом деле вопрос к тому и шел, к тому, что дальше делать с мочевым пузырем, да, однократная инстилляция или, если не выполнена однократная инстилляция, то как вы это объясняете, это вы ответили. И дальше следует череда вопросов, которые уже идут, между прочим, в онлайн, от наших слушателей, в связи с чем через шесть циклов после внутрипузырной терапии вы делали ретур. Пациенты Т1 классификации, мы должны делать ретур. Ну, это вообще делается перед внутрипузырной терапией, как бы это ретур, и затем мы исключаем или подтверждаем гиперстодирование, то есть у нас либо есть, либо нет, и в зависимости от этого определяем объем внутрипузырной терапии. Хорошо, следующий вопрос, тоже пришедший к нам, снова про ретур. Какой препарат использовался для внутрипузырной химиотерапии? Для внутрипузырной химиотерапии использовался доксеробицин, всеми нелюбимый. Нет, всеми нелюбимый, как единственное возможное. Ну да, в данном свете у нас и других вариантов не было. Если позволите комментарий, Сергей Александрович. Конечно. У меня как раз вот подход Елизаветы Владимировны показался, вообще это клинический случай показался, у меня к нему не было абсолютно никаких вопросов, то есть я бы поступила, наверное, точно так же. И, учитывая все-таки преклонный возраст человека, в 81 или 82 года, наверное, вопрос о последующей цистоктомии поднимался бы реже, чем у возможной тримодальной терапии, ну, например, в случае обнаружения мышечной инвазии. Поэтому очень здорово, что во время первичной операции, во время одного анестезиологического пособия, был ликвидирован и экзофитный компонент опухоли, и инфра-визикальная обструкция. А что касается 24-часовой инстилляции физиологического раствора, так это вообще в последних инсесен уже прописано как альтернатива внутрипузырной однократной химиоинстилляции, немедленной, я имею в виду, инстилляции сразу после транс-эритуральной резекции. В наших рекомендациях пока нет, но, видимо, ожидаем подтверждения в какой-то реальной клинической практике. При низком риске это прописано, Елена Мусаяна. Вот если было бы ТА... Но мы пока с вами не знаем до выполнения биопсии, какой риск у пациента. Поэтому я еще хотела с этих позиций, вот как раз, Елизавета Владимировна, задать вопрос. Это однократное такое вот вмешательство, я имею в виду, замена внутрипузырной инстилляции химию на длительную инфузию физиорастфором? Или это вот конкретно у данного больного такой метод был применим? Все-таки это было применимо у данного больного, и чаще мы делаем немедленную инстилляцию, инстилляцию, если, естественно, не было глубоких перфораций, как блокхол, когда нежелательно проводить инстилляцию. Ну, рестинтирование. Хорошо, спасибо большое, Елизавета Владимировна. Мы продолжаем дальше. У нас еще есть интересные очень доклады, и мы мысленно переносимся в Петербург. Слово предоставляется Коняшкиной Светлане Юрьевне, 1-й Санкт-Петербургский медицинский университет, уротериальный рак, клинический случай умножительного поражения. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Да, я хотела бы представить наш совместный с Сергеем Александровичем случай лечения уротериального рака умножительного поражения. Пациент, 64 года, с пациентом мы познакомились в 2019 году, однако до встречи с нами у пациента уже была довольно длительная анамность его заболевания. Заболел он в 2016 году, все началось с эпизода макрогематуреи, собственно, что и побудило его обратиться к урологу по месту жительства. Соответственно, в связи с данным состоянием пациент был дообследован, при обследовании была выявлена опухоль мочевого пузыря, это была единичная опухоль, и в апреле 2016 года пациенту, как и полагается, была выполнена цистоскопия с последующей тур мочевого пузыря и однократной инстилляцией доксорубицины в дозе 50 мг. По результату гистологического исследования была получена низкодифференцированная купиллярная уротериальная карцинома с ввазью под слизистый слой. В соответствии с результатом полученного гистологического исследования в мае 2016 года пациенту была выполнена ретур мочевого пузыря. В объеме резиденцированного материала были выявлены фокусы низкодифференцированной папиллярной уротериальной карциномы с ввазью под слизистый слой, без изменения степени ввазии и степени дифференцировки опухоли. В соответствии с группой высокого риска, по результатам гистологического исследования пациенту было рекомендовано проведение внутрепузырной иммунотерапии. Пациенту была начата иммунотерапия препаратом иммурон-бак до 100 мг. Однако ввиду плохой субъективной переносимости пациент получил всего лишь 5 из 6 инстилляций дукционного курса и, соответственно, поддерживающий курс пациента уже не проводился. Также из анамнеза известно, что в период до встречи с нами у пациента неоднократно выполнялись трансферентральные резекции мочевого пузыря по поводу рецидивирующего течения заболевания без изменения стадии заболевания. И вот однажды в октябре 2019 года после выписки из стационара после очередной трансферентральной резекции в течение недели после выпуска у пациента возникает снова рецидив в макрогематурии. И здесь уже пациент был более досконально обследован, была выполнена КТ-урография, которая до этих пор пациенту не выполнялась, несмотря на рецидивирующий характер течения и высокую группу риска. И при КТ-урографии было выявлено новообразование дистальной третьей мочеточнике с переходом на интрамуральный отдел протяженностью около 15 мм. И уже с имеющимися данными пациент обратился к нам в клинику, это было в ноябре 2019 года, и пациенту у нас в клинике была выполнена уротероскопия слева, биоксия новообразования левого мочеточника, и по результату гиспиологического исследования мы получили популярную неинвазивную уротеролиальную кортиному низкой степени злокачественности. Естественно, стал вопрос о том, какое лечение предложить пациенту, пациент относительно молодого возраста, всего лишь 60 с небольшим лет, опухоль небольших размеров, по данным КТ-урографии не было признаков инвазивного роста, опухоль низкой степени злокачественности, и также в связи с наличием определенного хирургического опыта, 13 декабря 2019 года у нас в клинике пациенту была выполнена резекция нижней трети левого мочеточника с истечением его устья и наложен уротероскопия анастомоз слева. По результату гистологического исследования получена умеренно дифференцированная популярная уротеролиальная кортинома нижней трети мочеточника без признаков прорастания в мышечный слой стенки мочевого пояса жря. При этом в краях резекции опухолевых структур выявлено не было. В январе 2020 года пациенту у нас в клинике была выполнена контрольная цистископия, было проведено извлечение внутреннего мочеточника ластента, при этом при цистископии данных за рецидив внутрикузырный получено не было. Следующая цистископия была выполнена в июне 2020 года, при этом в области внутреннего отверстия уректория по нижней головой окружности определялось нежно-ворсинчатое образование размерами до 2,5 см и соответственно была выполнена резекция этого образования. Гистологически умеренно дифференцированная популярная оптериальная карцинома с инвазией в подслизистый слой. Также стоит отметить, что у данного пациента была довольно выжжена инфектикальная обструкция, в связи с чем было выполнено симультанное оперативное вмешательство в объеме трансмутральной резекции. И на удивление, у данного пациента при исследовании резекцированной ткани были выявлены клетки от снарного данного пациента, при том, что уровень общего ПСА у пациента на момент операции составил 1,9 нг на миллилитр. 10 октября 2020 года пациенту была выполнена очередная контрольная цистеротероскопия, данная из-за рецидии попухоли мочевого пузыря, нижней третьей мочиточника получено не было и при контроле уровня общего ПСА последний не нарастал. Очередная контрольная цистероскопия была выполнена у пациента в феврале 2021 года, при этом в области переходной складки мочевого пузыря был выявлен участок с патологическим свечением в режиме NBI и с учетом рецидивирующего после резекции нижней третьей мочиточника с свечением заболевания, также с учетом данных КТ, согласно которым для себя обращало внимание транзиторное расширение полостной системы левой почки, то по данным КТ она определялась, лоханка до 2 см, по данным УЗИ выполнена у нас в КТ не определялась, пациенту была выполнена уротероскопия, и в верхней трети левого мочиточника с переходом на пиоуретральный сегмент определялась стелющаяся нижневарсинчатая образование на широком основании размером около 1,2 см. Была выполнена биопсия образования, гистологически популярная неинвазивная уротеролиальная капсинома G1. И уже в марте 2021 года пациенту, опять же у нас в клинике было предложено более радикальное лечение этого лоханскопического нефроторектомия слева с лимфодисекцией. Гистологически получена популярная неинвазивная уротеролиальная капсинома TAG1. При очередном контроле уровня ПСА последний также не нарастал и находился на прежнем уровне. В октябре 2022 года пациенту было выполнено контрольное КТ. При этом при корневых отделах право легкого определялось бубристое образование. В общем, у пациента определялись множественные очаги в обоих легких, и в связи с этим пациент был консультирован торакальным хирургом, и в октябре 2021 года была пациенту выполнена в виде торакоскопии с атипичной резекцией левого легкого. При этом в объеме резекцированной ткани были выявлены метастазы реталиальные капсиномы в высокой степени злокачественности. В ноябре 2021 года был проведен онкологический консилиум с учетом уровня азотемии. Напомню, пациент на тот момент одна единственная почка, оставшаяся, было рекомендовано проведение химиотерапии по схемам гемоцитабин-карбоплатин. И в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года пациенту было проведено 4 цикла химиотерапии. В апреле и в июле 2022 года у пациента выполнялись контрольные обследования, при этом данные за рецидив в легких получено не было, данные за наличие отдаленных метастазов в других органах также получено не было, однако при контрольном КТ в сентябре 2022 года в правом легком появился патологический очаг размерами до 3 см, и также в левом легком появились мелкие очаги размерами до 6 на 5 мм, наиболее вероятного статического характера. И пациенту было предложено проведение второй линии химиотерапии, либо же проведение иммунотерапии. Данный клинический случай скорее носит, наверное, дискутабельный характер, потому что сложно сказать, на каком этапе, возможно, была какая-то допущена клиническая ошибка. Как я уже сказала, с 2016 по 2019 год он наблюдался по месту жительства, мы с ним познакомились только в 2019 году. На тот момент уже у пациента наблюдались многочисленные рецидивы заболеваний, однако почему-то не было проявлено осторожности в отношении опухоли верхних мочевых путей. Возможно, обследование это было нужно выполнить гораздо раньше. И вопрос в том же, правильно ли был выполнен избран путь, когда мы предложили пациенту выполнить резекцию левого мочеточника, а не перейти сразу к критикальному лечению. Спасибо за внимание. Спасибо, Светлана Юрьевна. У меня есть вопрос. Можно? Да, пожалуйста, Елизавета. Светлана Юрьевна, спасибо большое. Замечательно. Очень интересный клинический случай. У меня два вопроса. Не совсем понятно основание опухоли, которая в мочеточнике была. Была ли возможность выполнить ее эндоскопическую вапаризацию и, соответственно, резекцию основания? И еще вопрос. Второй. Всем ли вы пациентам при… Точнее, я так понимаю, их, наверное, не очень много, таких пациентов, но почему была выполнена лимфодисекция при резекции мочеточника? На тот момент, в 2019 году у нас в клинике такие оперативные вмешательства не выполнялись. Мы выбирали из того, чем располагали. Это либо некоторая тарактимия сразу, либо же органно-сустремляющее лечение. Как раз пациенту с учетом ряда факторов было предложено органно-сустремляющее лечение. Если вы помните, Елизавета Владимировна, там был получен мышечно-инвазивный процесс. И вряд ли удалось бы выполнить его эндоскопическую резекцию или лазерную аблацию. Но первичные были данные другие, поэтому хотела просто уточнить, рассматривался в целом ли вопрос такой. Мы с вами знаем, что стандартом лечения является мифротераптомия и в отдельных случаях при благоприятном прогнозе до резекции возможных участков мочеточника. Все-таки эндоскопическое лечение пока является методом экспериментальным, чем рутинной практики. В целом, конечно, да. Но есть когорта пациентов, которым мы с небольшими опухолями, с высокой дифференцировкой опухолей, которым при отсутствии данных за инвазию по данным лучевой диагностики, понятно, что это все очень относительно и понятно, что все это обсуждается с пациентом. И понятно, что пациенты очень часто нас уговаривают. А давайте, доктор, у меня хорошо работает почка, у меня вот только здесь опухоли. Мы очень часто идем на поводу, собственно, об этом и эта история о том, как мы иногда злоупотребляем органы сохраняющих лечения. При опухолях единственной почки мы это используем повсеместно. Однозначно, да. У меня знаете, какой вопрос к слонильнике? Если, опять же, множественные рецидивы, неэффективность БЦЖ-терапии, ну или эффективность БЦЖ-терапии, если говорить о двух годичной ремиссии, почему не было возврата опять к БЦЖ-терапии при рецидиве опухолей, у чего, у кузыря, ну или не рассматривался вопрос о цистоктомии? Ну, пациент изначально плохо переносил БЦЖ-терапию в связи с этим и индукционный курс у него был не завершен. А цистоктомия, насколько нам известно, пациенту предлагалась, но пациент от нее отказывался. Понятно. Тогда у меня следующий вопрос в отношении лекарственного лечения, как вы понимаете, я его очень люблю. Если выполнена полная циторедукция, я правильно понимаю? Появились метастазы в легких и выполнена полная циторедукция. Правильно? Да. То есть лекарственное лечение проводилось в адювантном режиме. Правильно? Да. Почему гемкарба? Гемкарба не зарегистрирован для проведения адювантной терапии. В данном случае, на мой взгляд, препаратом выбора был бы не вулума, который как раз в 2021 году был зарегистрирован для адювантной терапии, показал очень обнадеживающие результаты в рамках увеличения безрецидивных выживаний. Я, к сожалению, имею взаимосвязь с такими пациентами только по большей части на этапе хирургического лечения. Дальше мы их уже отправляем к специалистам другого профиля. И как раз дальнейшее лечение пациент получал опять же по месту жительства. И там врачами, онкологами ему было предложено именно такое лечение, которое он не начал получать. Просто в вашей презентации там как раз выделено, что в первой линии лечения показана платина, содержащая схему. Да, если речь идет о метастатическом процессе. Если есть целевые очаги, если есть субстрат, если есть обдаленный метастаз, за которыми мы наблюдаем. Если выполнено цитередуктивное обменьшательство, то условно наше лекарственное лечение можно рассматривать как отювант, наверное. Поэтому мне кажется, что в данном конкретном случае со сниженным уровнем, видимо, со сниженной скоростью кубочков фильтрации, можно было бы попробовать препарат неволумап в качестве... Очень условно, Ирина Нусановна, очень условно. Учитывая, что это уриталийный рак, если бы это был, не знаю, почно-клеточный рак, то, конечно, да, мы тогда бы эту ситуацию расценивали. Да, я согласна. Я говорю, что мне было бы интересно именно у данного конкретного больного, зарегистрированными новыми показаниями, рассматривать неволумап в качестве вот такого отювантного агента. Коллеги, вопросы онлайн можно зачитаю? Даже скорее не вопрос, а мнение. Видя неинвазивную опухоль интрамурального отдела мочеточника, всегда сложно выполнять нефроуротеректомию. Поэтому думаю, что большой ошибки нет. У меня был опыт, когда удалось резиктоскопом взять в мочеточник и выполнить то. Спасибо. Это вот такой вопрос, теперь мнение. Второе. Делали ли ранее КТ легких пациенту или был только рентген? Нет, безусловно, пациенту выполнялось КТ легких, и на момент выполнения ему нефроуротеректомии у него был довольно свежий результат компьютерной томографии, и по данным этого результата никакие очаги ни в легких, ни в других органах у него не определялись. Данных за отдаленные метастазы не было. Спасибо большое. Тогда Ирина Мусайна. Спасибо большое, Светлана Юрьевна. Мой заключительный доклад. Позвольте предоставить слово Сабинину Вячеславу Геннадьевичу, онкологу-урологу из Тюмени. Вам совсем доброго вечера. Спасибо. Приветствует медсанчасть «Нефтяник». Ну, хотел бы всех поприветствовать еще раз, раз не дали слова. Спасибо большое, дорогие коллеги. Рад всех видеть, слышать. Сергей Александрович, Ирина Мусаевна за предоставленную возможность поделиться своим опытом скромным. Вот, значит, мой клинический сегодня случай-пример будет про рецидивирующий рак мочевого пузыря и структуру мочеиспускательного канала у пациента. Как известно, рак мочевого пузыря характеризуется частыми рецидивами. Для лечения этой болезни требуются частые трансфортуральные вмешательства, цитоскопии, трансфортуральные резекции, инстилляции. А это все является фактором риска и основной причиной формирования элитрогенных структур уретры. Так и случилось у нашего пациента. Значит, перейдем к пациенту самому. На момент установки диагноза у него рака мочевого пузыря в 2018 году, ему было 71 год, выявлена опухоль единичная в мочевом пузыре, выполнена трансфортуральная резекция, гистологический переход на клеточный рак, глубина инвазии была с поражением суперпитериальной соединительной ткани, первая стадия, степень дифференцировки промежуточная. Пациенту запланировано и выполнено тур Second Look через 3 месяца примерно, даже раньше. Но на повторном туре мы обнаружили, что сформировано структура у пациента в висячем отделе до 2 см, что потребовало проведения оптической уретротомии. В свою очередь резекция повторная, остаточная опухоль не выявила. В дальнейшем пациент продолжил наблюдение при безрецидивном периоде около больше года. У него выявлен был рецидив, это вновь была солитарная опухоль с меньшей инвазией, высокодифференцированная. При дальнейшем наблюдении в этом же году, в июне, при контрольной цистоскопии выявлено рецидив структуры. Далее, после протяженной структуры еще несколько кальцевид сформировалось. Рецидива опухолей выявлено не было, и пациенту рекомендована была пластика уретры, которая по разным причинам, к сожалению, выполнена не была. Так получается у нас, что наше отделение, занимаясь лечением опухолей, мочеводящих путей, мы не занимаемся пластиками. Поэтому отследить его, конечно, не было возможности на том этапе. И в течение этого года у пациента возникает рецидив. В ноябре это уже второй рецидив. Опять же, единичная опухоль. Было выполнено повторное бужирование. Уже в этот раз провести резиктоскоп 26-го калибра не удалось. Поэтому пришлось прибегнуть к лазерной вапоризации через тестоскоп этой опухоли. Опять повторно, настоятельно рекомендована пластика уретры и БЦЖ-терапия с учетом частых рецидивов, которая также была проведена. И в течение полугода мы получили повторный рецидив. Также потребовалось бужирование, лазерная вапоризация. И там мы уже обнаружили множество мелких опухолей с довольно высокой агрессивностью. БЦЖ-терапия и в этом случае не была проведена. Были попытки катетеризации в онкодиспансере, которые не уменьшались успехом ввиду структуры. Поэтому БЦЖ-терапию пациент на тот момент так и не прошел. И на момент принятия решения уже в 2021 году при контрольном обследовании в июле у пациента выявлен четвертый рецидив. Пациент посистемно обследован. Отдаленных очагов выявлено не было. Никаких инвазий по МРТ не определялось. Постно-деструктивных изменений увеличенных лимфоузлов. И пациенту проведен консилиум с учетом невозможности эндоскопического контроля, невозможности проведения внутрипузырной терапии. И пациенту было рекомендовано решение вопроса о радикальной цистектомии. С этой целью он и поступил в наше отделение. В отделении мы дообследовали пациента в отношении структуры. Выполнили уретографию, цистоскопию. Ретроцистоскопию. Эти исследования нам позволили верифицировать протяженную структуру более 3 см. Она была многоуровневая, с просветом в несколько миллиметров. И для осмотра, при этом, луковичный отдел уретеры был свободен. Довольно широк. Нам удалось пройти в мочевой пузырь только лишь уретероскопом, то есть инструментом для осмотра мочточника, для того, чтобы оценить объем поражения. И в мочевом пузыре мы множество, более 12 штук отметили поверхностных апухолей, которые, конечно, было нерационально пытаться в очередной раз лазером вапоризировать или резицировать. Поэтому на тот момент пациенту было 74 года. Диагноз он звучал как переходно-клеточный рак мочевого пузыря, первая стадия, четвертый рецидив. Из сопутствующей патологии была гипертония, хроническая сердечная недостаточность, невыраженная, и дисфункция метрального и трикоспедального клапана, кроме наличия многоуровневой протяженной структуры уретера. Мы провели свой консилиум, обсудили коллегиально и побеседовали с пациентом. Конечно, рассказали ему о рисках того или иного метода введения, предложенная пациенту радикальная цистоктомия в этой ситуации, либо как вариант альтернатива попытка органосохранного лечения для доступа в мочевой пузырь вывести уретростому, то есть искусственное сообщение с мочевым пузырем. Пациент на это согласился, он был настроен на сохранение своего мочевого пузыря. Нами было выполнено рассечение уретра по бужу, по зонду над структурой, края уретроподшитой кожи сформированы уретростома, через которую сразу же выполнена была транспорторальная резекция. По гистологическому заключению мы получили низкодифференцированный рак, но без инвазии в суперепитериальную соединительную ткань, то есть это ТА, и, конечно, множество опухолей было в мочевом пузыре, более 12 штук. Мы оценили пациента по номограммам Гипропейского общества по лечению и исследованию рака, и пациент по данным номограммам относился к высокой группе риска по рецидиву, но промежуточной по прогрессированию. Поэтому в этой ситуации мы сочли возможным проведение у него в дальнейшем органосохранного лечения и БСЖ-терапии. К сожалению, после вот этой транспорторальной резекции пациент сразу же не смог получить БСЖ-терапию ввиду того, что он заболел коронавирусной инфекцией. Это отсрочило его доступ к данной терапии. В связи с этим в декабре ему пришлось выполнить повторный тур, на котором выявлено несколько рецидивных поверхностных образований. В последующем, в январе 2022 года, он все-таки смог начать БСЖ-терапию. Проведен индукционный курс у него и ежемесячные поддерживающие инстилляции. И в настоящий момент, на январь 2023 года, он закончил БСЖ-терапию. В январе, вот у него буквально 13 января было последнее введение. Контрольный цистоскопий, который он регулярно проходил, последнее в ноябре, не выявили рецидива, и пациент продолжает наблюдаться. Надо сказать, что по качеству жизни он удовлетворен своим качеством мочеиспускания. И о дальнейшей пластике у ретро даже и не задумывается. То есть его, в принципе, удовлетворяет такой вариант мочеиспускания. Ну и прежде чем мы перейдем к дискуссии, я хотел бы остановиться о некоторых исследованиях, которые могут помочь в такой ситуации сделать выбор для пациента. Прежде всего, хотелось бы сказать о небольшом исследовании из США. Грегори Мерфи со своими коллегами опубликовали результаты работы своей 131 пациента со сложными структурами у ретро. Эти пациенты не были с раком мочевого пузыря, конечно. Значит, 92 пациента им выполнено пластиковое у ретро, 32 промежностное у ретро стома. При отдаленном наблюдении у пациентов с промежностной у ретро стомой качество мочеиспускания было сопоставимо с теми пациентами, которым была выполнена пластиковая у ретро. А сексуальная функция тоже не отличалась, даже где-то была выше. То есть это говорит о возможности использования этой технологии. В другом исследовании из Канады при ЯДАВ 146 пациентов, также со сложными структурами у ретро, возрастные пациенты, показал, что в целом данная операция может применяться с низким процентом осложнений и удовлетворительными функциональными результатами. Ну и, конечно, один из главных вопросов о том, каким образом вообще контролировать рак мочевого пузыря такого высокого риска рецидива и прогрессирования, нужно, конечно, сказать о важности выбора метода лечения и о преимуществах радикальной цистоктомии. В данной ситуации нужно сказать, что на основании ранее проведенных исследований цистоктомия обладает определенными преимуществами. Во-первых, существует риск недооценки стадии при проведении эндоскопического лечения. Нельзя недооценивать Турция-Контлук. Канцерспецифическая выживаемость при проведении ранней цистоктомии однозначно выше. Ну и нужно, конечно, ориентироваться на гистологические варианты рака, потому что при некоторых из них БЦЖ-терапия может не иметь эффекта. Ну и одно небольшое исследование, рандомизированное, недавно опубликованное в 2021 году было. Авторы попробовали провести рандомизированное исследование у пациентов с поверхностным раком мочевого пузыря, немышечно-инвазивным, для того, чтобы сравнить эффективность радикальной цистоктомии, либо органосохранного лечения с БЦЖ-терапией. К сожалению, набор не был большим, всего лишь 50 пациентов, 25 на 25. Но вот что нужно отметить, что в группе цистоктомии до 25% пациентов при гистологическом исследовании в удаленном материале не было выявлено опухоли вообще. То есть это говорит о том, что у некоторых пациентов это лечение может быть избыточным. В то же время у части пациентов был выявлен довольно агрессивный рак предстательной железы. А также у двух пациентов из тех, которые получали БЦЖ-терапию, развился метастатический рак. И этому исследованию авторы делают вывод о том, что радикальная цистоктомия не может быть стандартом лечения для всех пациентов данной категории. Ну и не нужно забывать о том, что существует, конечно, резистентность к БЦЖ, но мы имеем в перспективе и в настоящее время некоторые другие опции, которые могут даже несмотря на БЦЖ-резистентность давать шанс пациентам на сохранение мочевого пузыря, такие как полихимиотерапия, внутрипузырная гипертермия и иммунотерапия. И некоторые новые агенты и генно-модифицированные препараты. Ну и скромные выводы. Коротко хочется сделать, что лечение пациентов с раком мочевого пузыря требует бережного отношения к мочеиспускательному каналу, использованию обильного смазывающих веществ, уретральных дилататоров. Может быть, где-то доступно резиктоскопов малого калибра. Но наличие структуры, даже многоуровневой уретры у таких пациентов, это не абсолютное показание к цистектомии. То есть есть и другие возможности доступа для контроля опухолей в мочевом пузыре. И, конечно, у каждого пациента нужно индивидуально принимать решения с учетом риска прогрессии и настроя и согласия пациента. Спасибо. Большое спасибо, Вячеслав Геннадьевич. Друзья, коллеги, у кого есть вопросы? Можно комментарий сначала по поводу заключительных ремарок Вячеслава Геннадьевича? Я согласен, с одной стороны, не согласен с одним моментом, и с другой стороны, я сегодня узнал о такой информации, которая, может быть, поменяет мое мнение. С чем я не согласен? То, что избыточное лечение радикальной цистектомии в таком случае. Без радикальной цистектомии эти пациенты довольно быстро спрогрессируют, несмотря на ПТ-0, несмотря на отсутствие опухоли. Большинство этих пациентов – да. Как отобрать тех, кто не спрогрессирует, мы не знаем. Не узнаем ли когда-нибудь, неизвестно. Это первый момент. Сегодня я прочитал в журнале JAMA Oncology статью о частоте суицидов среди онкологических пациентов, подвергшихся хирургическому лечению. Как вы думаете, на каком месте находится радикальная цистектомия? Я думаю, что не на высоком. На первом. Нет, на четвертом. Первые три места – это больные раком пищевода и что-то из опухоли головы и шеи. Точно не помню, по-моему, рак гортани. Но то, что пациенты подвергнуты радикальной цистектомии по поводу рака мочевого пузыря, очень часто, мягко говоря, недовольны качеством своей жизни, это, в общем-то, объяснимо. И, собственно, поэтому мы тут сидим, объясняем, как максимально можно сохранять мочевой пузырь, и когда не сохранять его, тогда, когда уже нельзя его сохранять. Вот такой маленький комментарий. У меня есть онлайн-вопросы, а пока, я так понимаю, можно я, если возможно, сразу, ну, скажем так, на небольшой комментарий тоже дам. Я тоже в процессе подготовки к докладу несколько публикаций прочитал, и я нашел даже другое мнение, другие данные о том, что качество жизни в отдаленном периоде у пациентов с сохраненным мочевым пузырем на органосохраненном лечении, оно иногда даже ниже, чем у пациентов, у которых выполнена радикальная цистектомия, что связано, это описывают авторы, связано, во-первых, с повторными вмешательствами и постоянным психологическим дискомфортом от того, что болезнь может прогрессировать и дать рецидив, в отличие от пациента, который прооперирован радикально и более спокойно себя чувствует пролеченным радикально. Поэтому это вот тоже как бы в пользу цистектомии, может быть. Конечно, на одной чаше лесов у нас с вами серьезная калечащая операция, которая на первый взгляд больных социально дезадаптирует и инвалидизирует, но потом больные привыкают к этой замечательной стомии, и может быть даже лучше к ней относятся, чем к удерживающей стомии, чем ортотопическая пластика с тотальным недержанием мочи, а на другой чаше лесов у нас с вами сохранение мочевого пузыря и угроза генерализации опухолевого процесса, что и вот в предыдущем клиническом случае Светлана Юрьевна продемонстрировала при неинвазивном опухолевом процессе в мочевом пузыре диагностирована отдаленная метастаза. Ну и у нас с вами в клинической практике тоже такие были. Поэтому, конечно, это палка о двух концах, но возможно у нас сейчас появляются больные, которым мы при БЦЖ рефракторном раке назначаем иммунотерапию, особенно те, кто активно отказывается от цистоктомии. Возможно, что-то каким-то образом это изменит нашу клиническую практику. Во всяком случае, если больным не удастся избежать цистоктомии, то еще ее отсрочить на какое-то время. У меня немножко не онкологический вопрос, а такой скорее из-за интереса. А почему, ну точнее не обсуждалось ли вопрос о перинеостомии, почему уретростомии в обустепенильного отдела? У тебя кажется, что перинеостомия была бы очень физиологична. Спасибо за вопрос, Даня. На самом деле, это тоже обсуждался, этот вопрос. И даже больше скажу у нас, к счастью или к сожалению, наверное, еще есть один пациент, буквально недавно появился, которому пришлось по такой же схеме, скажем так, действовать. И мы ему выполнили промежностную уже перинеостому. Ну да, конечно, она по данным литературы, именно со стороны, с точки зрения рецидива, стриктуры, да, с точки зрения качества жизни должна быть лучше для пациента. Но на том этапе мы руководствовались таким принципом, что минимальные травматизации уретры, поэтому мы рассекали уретру в том месте, где была стриктура для того, чтобы минимизировать повреждения и вовлечения в рецидивный процесс здоровой ткани. Но в целом, да, литературные данные говорят о том, что именно промежностные, и вот эти публикации, которые я показывал, они говорят про промежностную уретрастому, но наш пациент вполне удовлетворительно себя чувствует. То есть он адаптировался к этому и не испытывает какого-то особого дискомфорта при наличии уретрастомы в пенильном отделе. Вячеслав Геннадьевич, а нет тенденции к стриктуре какого-то выходного отверстия? Но на данном этапе сейчас нет. Возможно, это связано с тем, что мы довольно часто сейчас выполняем ему вмешательства, то есть тестоскопии. Жиры. Да, будем так говорить, обужиры. Но именно обужирование не было необходимости в выполнении, хотя риск, конечно, такой есть. И по литературным данным риск есть рецидива, стриктура. Ну что, вопросы, пришедшие в чат, наверное, позадаем. Вячеслав Геннадьевич, какова причина протяженной стриктуры уретры? Механическая электротравма какая-то еще? И второй вопрос от этого же нашего слушателя. Какова длительность катетеризации мочевого пузыря в каждом случае после выполненных операций на уретре? Оптическая уретретомния, бужирование и прочее. Спасибо за вопрос. Причина формирования структуры данного пациента, ну, нужно сказать, что сам пациент по себе анатомически очень невысокого роста, и у него все структуры малого калибра, диаметр уретр тоже небольшой. И, к сожалению, в нашей практике, по крайней мере, нет большого выбора в размере инструментов. У нас, насколько я знаю, 124-26 шарьер есть. Поэтому мы в последнее время стали активно пользоваться дилататором уретральным. Но, наверное, где-то, возможно, неаккуратное отношение с уретрой. И, я думаю, больше механическая травматизация. Это мое мнение. В отношении длительности дренирования, здесь не было длительного дренирования. После трансфортуральных резекций мы держим, в принципе, не больше суток, если гематурии нет. А в плане рассечения структуры там тоже есть несколько разных подходов, но не больше 10 дней. Спасибо большое. Дальше вопрос. Уместно ли в данный момент использовать диагноз переходно-клеточный рак? Но это, наверное, вообще в целом. Может быть, даже ко всем докладчикам. Может быть, и даже к нам, Ирина Мусаевна. Переходно-клеточные эпители находятся в слизистой носоглотке, а в органах мочеводеления уротели. Ну, если можно, я на него, наверное, и отвечу. Есть гистологические понятия переходные эпители. Есть плоские эпители, есть переходные эпители. Вот он и выстилает носоглотку, и мочевой пузырь так сложилось. Человек так создан. Какие-то мысли по этому поводу есть? Нет, длительное время назад действительно уротелиальный рак назывался переходно-клеточным. Сейчас более унифицированное понятие уротелиальный рак, да, мы к нему привыкли, и мы его используем. Конечно, в диагноз, в формировании диагноза не выносят гистологическую форму опухоли. Правильнее будет звучать диагноз просто рак мочевого пузыря, или рак мочиточника, или рак лоханки. Да, действительно. Но мне кажется, у этого большого ошибки нет. Мне кажется, нужно уточнять, потому что если есть плоскоклеточный рак, то это влияет и на прогноз, и на тактику, возможно, как-то. Но здесь-то вопрос в том, что употреблять уротелиальный или переходно-клеточный рак. Вот тут, наверное, большой ошибки нет. Мы пишем и так, и так. Хотя, конечно, наверное, пришедший из англоязычной литературы уротелиал канцер, он больше к тому, что был уротелиальный рак. Да, согласен. Замечательные доклады. Ребята знают и больных, и свое дело. Это очень говорят. И многие из них состоятельно выполняют все те подходы лечебные, которые нам сегодня продемонстрировали. Мне было тоже очень интересно и находчивость, и грамотность. Спасибо вам большое. Надеюсь, что во всех наших клинических центрах, которые сегодня представляли наши коллеги, есть возможности, не надеюсь, а вижу, что есть возможности и лекарственного лечения, и внутрипузырных манипуляций, и инстилляций. И я надеюсь, что мы дальше будем продолжать с вами на таком высоком уровне. Спасибо вам за сегодня. Было интересно. До скорой встречи. Спасибо всем большое. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok